Здравствуйте, ребята! Сегодня тема нашего урока литературы – языковые особенности стихотворения Курдакова «Псы Актиона». Сегодня на уроке мы с вами выясним языковые средства в стихотворении Евгения Курдакова, познакомимся с терминами из теории литературы и научимся находить в тексте изобразительно-выразительные средства и определять их роль. Теория литературы, изобразительно-выразительные средства или, по-другому мы можем сказать, языковые средства, вам уже хорошо знакомо. Давайте вспомним основные моменты. Итак, олицетворение – это литературный прием перенесения свойств и качеств человека на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия. Гипербола – художественное преувеличение. Сравнение – это сопоставление живых существ, предметов и явлений по принципу сходства или различия. Эпитет – красочное образное определение. А теперь обратите внимание на самый низ экрана. Здесь даются словосочетания и предложения. Я бы хотела, чтобы вы выполнили небольшое задание. Найдите, пожалуйста, соответствие языковым средствам. На выполнение этой работы вам отводится некоторое время. Я уверена, ребята, что вы справились с этим заданием. Давайте проверим. Олицетворение – строка дремлет утомлённо. Гипербола – шаровары были шириной с чёрное море. Сравнение – глаза, как небо голубые. Эпитет – солнечная улыбка. Именно в таком порядке вы должны были расположить словосочетания и предложения. А теперь познакомимся ещё с одними языковыми средствами. Это стилистические фигуры. Довольно-таки новые термины по теории литературы. Стилистические фигуры – это риторические вопросы, риторические обращения или риторические восклицания. В стихотворении Курдакова мы их встречаем несколько раз. Что же такое риторический вопрос? Это вопрос, который задаётся с особой интонационной экспрессией и на который не требуется конкретный ответ. Риторическое обращение. Это высказывание адресуется лицу, неодушевлённому предмету или отвлечённому понятию и служит для усиления выразительности речи. Риторическое восклицание предполагает, что восклицательная интонация не вытекает из смысла слова или фразы, а произвольно ей предаётся, выражая тем самым отношение к данному явлению. Так как термины из теории литературы, стилистические фигуры, о которых мы только что с вами говорили, это новые для вас понятия, поэтому примеры я для вас подобрала сама. Будьте внимательны. Что день грядущий мне готовит? Это риторический вопрос. Мечты, мечты, где ваша сладость? Перед нами риторическое обращение. О, я как брат, обняться с бурей был бы рад. Перед нами пример риторического восклицания. А сейчас давайте проанализируем с вами композиционные особенности стихотворения Курдакова «Псы Актиона». Мы с вами знаем, что композиция – это построение произведения. Содержание произведения поможет нам с вами установить, какую роль в этом тексте играли изобразительно-выразительные средства. С какой же целью используются языковые средства – эпитеты в этом произведении? Все эпитеты помещены в центре экрана. «Видением знойным», «Солнечной долине», «Беспечный актион», «Хриплый стон». Эти эпитеты Курдаков используют в своем произведении для того, чтобы показать красоту природы, сделать слово выразительным и емким, передать психологическое состояние человека, показать глубину контраста природа и события. А теперь давайте посмотрим, какую роль в произведении играли олицетворения. И опять-таки олицетворения расположены в центре экрана. «Идаль ответила ему, Платан шумел листвой лениво, Строка пустеет на ходу и дремлет утомленно». Евгений Курдаков использовал олицетворения для того, чтобы показать мир природы одухотворен. Эти олицетворения в его стихотворении создают ощущение сопричастности. Неодушевленные предметы становятся живыми персонажами. Это стихи-друзья, которые помогают раскрыть мир чувств и переживаний. А теперь давайте посмотрим, с какой целью Евгений Курдаков в своем стихотворении «Псы Актиона» используют стилистические фигуры. «Стихи мои, слепые псы, собаки Актиона». Риторические обращения, которые использует Курдаков в этом произведении, передают эмоциональную экспрессию, усиливают выразительность речи и придают особую выразительность чувств. А теперь давайте выполним небольшое тренировочное упражнение. Задание. Вам в этом тексте необходимо найти эпитеты. «И понеслась вдоль мирных рощ кровавая погоня. Собаки выученно шли на срезку и в обгон. Он знал их всех по именам, он их кормил с ладони. И вот не крикнуть, не позвать, не в состояние он. Напоминаю, вы должны найти эпитеты». Ребята, я уверена, что вы справились с этим заданием. В тексте было два эпитета «Мирные рощи, кровавая погоня». Именно они придают этому стихотворению, этой строфе, особую поэтическую выразительность. Перед вами строфа, в которой вы должны найти риторическое обращение. Будьте внимательны. Тема обращения нам хорошо знакома по курсу русского языка, поэтому думаю, что задание не составило для вас труда. Слово «миф» в данной строфе является обращением. «О чём ты, миф, ведь не о том, что не уйти от рока», – восклицает поэт. А теперь, ребята, давайте перейдём к разговору о роли языковых средств в этом произведении. Посмотрите внимательно на эти строфы. Цветом я выделила именно изобразительно-выразительные средства, то есть те слова и словосочетания, которые придают особую эмоциональную окраску этому произведению. «Беспечный актион», «Виденье знойное», «Солнечная долина», «Миф коварно-кропотлив», «Странная тяжесть», «Несчастный актион». И посмотрите внимательно на строчку из строфы. «Идаль ответила ему предсмертным криком Лани». Одно предложение, а какую огромную эмоциональную окраску оно придаёт всей строфе. И если бы писатели и поэты не подбирали именно такие говорящие изобразительно-выразительные средства, наверное, мы не знакомились бы с их чудесными произведениями. И, подводя итог нашему сегодняшнему уроку, хочется несколько слов сказать о Курдакове. И слова мы приведём именно знакомого нам уже критика Кожаного. В стихах Курдакова культура стиха сочетается с необычной естественностью, вольностью и с таким непосредственным живым переживанием мира, которое бывает очень редко. Итак, мы с вами закончили анализ произведения Евгения Курдакова «Псы актиона». Это имя вы должны запомнить, потому что произведение его надолго остаётся в нашей памяти. Итак, дорогие ребята, наш урок подошёл к концу. Сегодня мы с вами познакомились с новыми терминами по теории литературы, выяснили роль языковых средств в произведении Курдакова «Псы актиона». Я желаю вам успехов. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok